Всем привет, друзья! С вами Роман Никитин. Я рад приветствовать вас на очередном выпуске нашего канала. И сегодня у нас очередная тема – онлайн-касса. Что это вообще такое, откуда она взялась и что нам с ней делать? С ней вы обязательно столкнетесь, если вы только-только открыли свой бизнес, к примеру, или вы собираетесь открывать только свой бизнес. Вы зарегистрировали фирму, нашли помещение, вы уже знаете, чем будете заниматься. И тут у вас написано – вам нужна онлайн-касса. Что делать – непонятно. Поэтому я думаю, вы послушайте это видео и поймете, что же вам делать с этой дурацкой онлайн-кассой. К федеральному закону номер 54. О, как звучит, даже сложно, а? Нет. Весь общепит должен выдавать чеки, весь общепит, даже доставки еды теперь уже, должны обзавестись онлайн-кассами. Без них теперь уже никак. Кто же может избежать работы с онлайн-кассой? С онлайн-кассой может не работать тот предприниматель, кто выбрал патент на тот момент, патентную систему налогообложения или ЕНВД. До 1 июля 2018 года они могут по требованию покупателя выписывать товарные чеки и не использовать онлайн-кассу. Ну и, собственно, мы сейчас как раз-таки подходим к вопросу, какую же онлайн-кассу в вашем случае вам надо использовать. Фискальные регистраторы и смарт-терминалы. Собственно, для нашего вида деятельности, для нашего общего с вами вида деятельности, мы рекомендуем использовать вам примерно что-то вот такое. Фискальные регистраторы – это принтери чеков с фискальным накопителем. Легко звучит? Мне кажется, вообще нет. Для того, чтобы эта касса работала, ее надо интегрировать к какому-нибудь устройству, то есть к программному обеспечению. В нашем же франчайзе мы рекомендуем конкретные фискальные регистраторы и конкретные устройства, к которым они привязываются. Смарт-терминал – это же один прибор, который включает в себя в принципе все. Это и планшет, и нужный софт, и принтер чеков с фискальным накопителем. Ну и выбор онлайн-кассы в первую очередь, конечно же, зависит от проходимости на вашей точке, какая она будет. Произведительность и функционал будут выбираться именно от того, сколько чеков будет пробиваться у вас в заведении, у вас в бизнесе, примерно в час работы. Супермаркеты и кафе в крупных каких-то городах, регионах обычно используют суперскоростные. Это те, которые печатают очень-очень быстро, а не с автоматической отрезкой, нарезкой. Например, Atoll 20F, Atoll 25F и вот все подобные онлайн-кассы. Бары и кафе, что, собственно, в нашем случае могут становиться на более бюджетных каких-то вариантах, которые не такие сильно производительные, которые не печатают такое грандиозное количество чеков за короткое время. А вообще многие же предприниматели сейчас выбирают именно смарт-терминалы. И это на самом деле очень удобная штука, которая несет в себе весь необходимый функционал практически. Например, терминалы EvoTor – это и касса, и чеки, планшет, и система расчета. Это, в общем, все, что угодно, все в одном. И, кстати говоря, эта система, она подходит и для EGS. Это те, кто работает, к примеру, с пивом. Ну, это очень важная штука сейчас, чтобы было соединение с EGS. И, кстати говоря, она еще включает в себя UTM, поэтому очень здорово. Несколько наших партнеров уже имеют такие терминалы, они работают с ними через программы QuickRest и подобные, и им очень сильно нравится. На самом деле, глубокой работой с клиентом в EvoTorio по начислению баллов всяких разных подобных штук, клиентов, каких-то скидок, акций, в полной мере, в такой, который, к примеру, нам бы было необходимо, нет. Поэтому это не очень удобно. И как раз-таки из-за ограниченных этих возможностей в EvoTorio лично я и лично наша команда вам использовать, к примеру, их не рекомендуют. Потому что те же самые программы лояльности, ну, с ними практически не сделаешь. Поэтому это, опять, не очень круто. Но это не точно. Или точно? Ну, самым оптимальным решением, мне кажется, для нас, и которое бы я вам порекомендовал, это, наверное, будет касса с фискальным накопителем, которая может подключаться к какому-то онлайн-планшету, и где вы можете прикрепить ее к какому-то софту и работать с ним. Как вот Айка или Квик Реста и всякие подобные программы, где уже у вас будет и программа лояльности клиента, и можно будет как-то более глубоко работать с клиентом, уже какие-то вот такие вот эти вот моменты, все необходимые в нашей нынешней сфере, в нашем нынешнем дне, которым уже практически все компании занимаются, тоже внедрять. Поэтому тема эта такая, на самом деле, очень сложная и довольно узкая. Я, правда, бы вам порекомендовал кассу с фискальным накопителем, который подключается к отдельному планшету, который вы можете сделать, любую программу поставить. Поэтому постарайтесь вот как-то на это сакцентироваться и не тратить миллионы-миллионы денег на какие-то иботоры, к примеру. Поэтому, если вы только-только начинаете свой бизнес, вы выбираете этот путь, он будет более, мне кажется, доступный и более глубокий и классный для клиента. Если у вас, вдруг, есть какие-то вопросы, вы пишите мне в комментариях внизу, потому что онлайн-касса – это тема очень сложная, и я бы с радостью ее больше вам разбирал, но, я думаю, больше сложностей только возникнет, поэтому вы лучше пишите внизу комментарии, и я буду вам по максимуму на них отвечать, давать какие-то подсказки по онлайн-кассам. Надеюсь, вы справитесь с этими нелегкими задачами, которые сейчас стоят перед нами. Немножечко все меняется, и ГС, и онлайн-касса, и все эти прочие штуки. Но ничего страшного, справляемся, и никак это не отражается в нашем бизнесе практически. Поэтому не стесняйтесь, пишите, и я вам буду помогать, поэтому лайк, подписунчик, и до скорых встреч!